Продолжение следует... Пистолетные пулевые отверстия обнаружены на стеклах с обеих сторон внедорожника, что породило веруся от двух нападавших. По горячим следам задержан ранее несудимый урожанец Азербайджана, замеченный убегавшим с места происшествия. Было установлено, что на территорию Грузии он въехал двумя днями ранее. Задержанный оказался непричастным к убийству 20-летним водителем одного из приятелей Мамедова, который, услышав выстрелы, выбежал из ресторана на улицу, чем и привлек внимание стражей порядка. По нашим данным, Альшан Мамедов ужинал в ресторане с Эльгамом Гаджиевым и другими особо приближенными особами азербайджанского вора в законе, Надира Салифова, он же Гули. По словам очевидцев, когда страпезники Альшана уже пили кофе, его вдруг что-то резко побудило встать из-за стола и, отделившись от компании, уединиться в машине и там же встретить смерть. Покойный имел репутацию одного из самых безжалостных карателей Гули, как организатор душерездирающей расправы над криминальным авторитетом Рафиком Эйвазовым, более известным как Рафик Масолинский. Именно Альшан вынимал Рафика навстречу в свой ресторан, где накрыл для него стол, а потом устроил показательный суд с ампутацией левого уха и запечатлением всего этого на видео, которое впоследствии сам и распространил. С тех пор в окружении Гули уже не раз пожалели, что Рафика оставили в живых. Униженный, но не сломленный, он поклонялся отомстить всем своим кровникам, среди которых по значению Альшана было едва ли не на первом месте, однако в списке жертв стало уже далеко не первым. В этой связи круг подозреваемых заказчиков убийства Альшана смело можно сужать до одного единственного Рафика, который спустя читанные минуты после расстрела уже всем осведомленный торжествовал и злорадствовал по поводу происшедшего. Как выясняется, Рафика заранее знала местонахождение Мамедова и лично подыскивал надежного исполнителя для командировки в Грузию. По слухам, голова Альшаны была оценена в баснословную сумму в 500 тысяч долларов. Уже точно удалось установить наемники по национальности Талыши, как Рафик и вор в законе. Рафшан Ленкаранский По оперативным данным финансовым спонсором «Острела людей Гули» является 39-летний прозветающий московский предприниматель. Один из главных арендаторов крупнейшего агрокластера «Фуд Сити» Заур Ахмедов, который в Рафике увидел родственную душу по принципу «Враг моего врага, мой друг». Погибшему в войне с Гули, Рафшану Заур доводился одновременно двоюродным братом Ишурином и неоднократно заявлял, что готов потратить все свои несметные и доставшиеся от Рафшана богатства, чтобы отомстить за его смерть. В конечном счете никто из маломальских и влиятельных преступных фигур, не говоря о собственно азербайджанских, включая находящегося на свободе крестника Рафшана Хаджи, смертельно опасное предприятие Заура, кроме Рафика, открыто не поддерживает. Субтитры подогнал «Симон»